Привет! Вы все живёте на Земле с самого рождения, ну и вряд ли летали куда-либо ещё. И вам наверняка кажется, что это ваш дом, и вы тут такие хозяева, и всё о нём знаете. Сегодня мы расскажем вам о десятке секретов нашей планеты, о которых вы даже не догадывались. Нас греет не только солнце. Столько лет мы верили, что наш основной источник тепла – это солнце. Стоит ему погаснуть, как всё живое умрёт, а человечество навсегда исчезнет с лица Земли. Но оказывается, температура ядра Земли такая же, как и поверхности Солнца. Это 5,5 тысяч градусов. Но есть одна проблема – до ядра 3000 километров, а люди пока смогли прокопать только 18. Землетрясения ускоряют время. Нам всю жизнь твердя, что в сутках 24 часа. Ведь ровно столько нужно Земле, чтобы совершить полное вращение вокруг своей оси. Но планета успевает сделать этот оборот быстрее. Реальная длина суток составляет 23 часа, 56 минут и 4 секунды. На скорость вращения оказывают влияние разные факторы. Например, в 2011 году после землетрясения в Японии, Земля начала вращаться быстрее. Одни стали короче на 2 секунды. В 2015 году скорость вращения снова стала нормальной. Динозавры топтали совсем другую Землю. Земля, по которой ходили динозавры, отличается от той, которую сегодня топчем мы. Вы наверняка слышали, что после извержения вулкана лава остывает, формируя острова и сушу. И это первый шаг к обновлению Земли. Магма поднимается из земной глубин на поверхность, затем остывает, образуя вулканические породы. А точно ли Земля круглая? Прошло немало лет, пока люди перестали считать Землю плоской. Но знаете ли вы, что на самом деле её форма далека от шара? Планета приплюснута у полюсов, а на экваторе между Азией и Австралией находится огромная выпуклость. Поэтому технически Земля всё ещё круглая, но совсем не похожа на шар. Скорее на огромную картофелину. А прямо сейчас, пожалуйста, подпишись на канал и нажми на колокольчик возле кнопки подписаться. Этим вы очень сильно нам поможете. А также сможете смотреть новые видео на нашем канале самыми первыми. Люди не хозяева Земли. В 2017 году численность населения превысила 7,4 миллиарда человек. Но правда в том, что в одной чайной ложке Земли больше микроорганизмов, чем людей на всём земном шаре. А сколько бактерий обитает в воде? Именно их можно считать властителями Земли. По грубым подсчётам учёных, рядом с нами обитает нанолион микробов. Это единичка с 30 нулями. Что не так с космическим мусором? На протяжении своего существования человечество более 135 раз отправлялось в космические путешествия. И мы узнали о космическом мусоре на орбите. Остатки астероидов, части ракет и больше 2000 спутников, которые движутся со скоростью 35 тысяч километров в час. Помните фильм «Гравитация»? Космический мусор – серьёзная опасность для экипажа орбитальных станций, которые работают в открытом космосе. Откуда весь воздух? Тропические леса Амазонки занимают лишь 5,5 миллионов квадратных километров. Однако здесь образуется 20% кислорода, которым мы дышим. Остальные тропические леса гораздо меньше и находятся в Центральной Америке, Африке, Южной Азии и Австралии. Их общая площадь равняется площади лесов Амазонки. Но ценность лесов не в том, что они выделяют кислород. Они обеспечивают его постоянный круговорот в природе, благодаря микроорганизмам, растениям и деревьям. Каждый год площади лесов стремительно уменьшаются. Причины тому – глобальное потепление и масштабные вырубки. Гравитация на Земле может меняться. Вопреки тому, что мы узнали на уроках физики, сила притяжения на планете не везде одинаковая. Если вы, гуляя по экватору, моментально перенесетесь на один из полюсов, ваш вес резко увеличится на половину процента. В некоторых местах Земли, например, в районе Гудзонова залива, сила притяжения меньше обычной. Такие аномалии получаются из-за тонкой земной коры, влияния ледников и движений магмы. Возможно, вам доводилось вживую видеть зелёные, розовые и даже голубые огни, танцующие в небе. Ближе к северу их называют полярным или северным сиянием. На юге же это явление называют южным сиянием. Оно возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем Земли. В результате в верхних слоях атмосферы появляется сияние, заливающее огнями всё небо. Наша планета на 70% покрыта водой. Её большая часть приходится на Тихий океан. Удивительно, но мы знаем гораздо больше о космосе, чем о Мировом океане. К настоящему моменту исследовано лишь 5% водного мира. Мы открыли примерно 210 тысяч видов живых существ, в том числе рыб, грибов, растений и микроорганизмов. Учёные считают, что в океане обитает ещё примерно 20 миллионов неизвестных нам видов. Ну а на сегодня всё. Спасибо, что смотрели. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале.